В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Круглый стол как форма свободного обмена мнениями, такой городской. Но чтобы, знаете, не просто, так сказать, дать квоту, вот вы придите, вы придите, вы придите и послушайте в очередной раз, так сказать, уже взвешенную существующую оценку итогов Второй мировой войны. А вот чтобы как-то выявить интересные взгляды наших молодых людей, какое-то вот очень личностное отношение к тому, что происходило 70 лет назад и что происходит сейчас. Но такая, конечно, такой круглый стол – это очень сложная форма общения. Мы определили ее как дискуссионную молодежную площадку, администрацию города, руководство города очень поддержало нас в этой идее. И мы должны, конечно, выявить то, чем дышат сегодняшняя молодежь, ее вот интересные лидеры, которые существуют. В работе второго заседания принимали участие руководители и представители молодежных организаций, таких как Общественно-политическая организация «Суть времени», учащиеся в вузах города, Института социального прогнозирования и моделирования, Военно-технического университета. Модератором рабочей группы выступил заведующий кафедрой ВТУ Виктор Беркут. С чего начинается ролик? Помните, как тут самая песня, да? Вот, маленький нюанс. Это твой дом, это твой двор, это твоя улица, это твой город, твой регион. Дальше, конечно, хорошо и здорово, но защищаешься именно вот эти аспекты. То есть его можно и нужно знать, а знаем мало. Мы посмотрели анкеты, которые были. Ребята, вы не поверите, но есть вопросы, которые, по большому счету, наша молодежь не знает, кто у нас герой нашего времени. В ходе работы были изучены мнения представителей учебных заведений и молодежных организаций. Выявлены потенциальные выступающие. Определены темы для выступления на круглом столе, который состоится 24 апреля 2015 года на базе Военно-технического университета. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном.